Спасибо тебе, Отец. Мы приступаем сегодня к Слову Божьему с ожиданием. Желаю услышать с небес, получить откровение, и мы благодарим Тебя. Откровение с небес, понимание, понятие, представление об Иисусе, нашем Господе и нашем Спасителе. И мы благодарим Тебя за это. Мы ожидаем это, и мы веселы и радуемся этому. О, Аллилуйя! Что Иисус жив и силен, и здоров, и Он силен для нас. И мы благодарим Тебя и прославляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться и откройте свои Библии. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь. Мы сегодня будем смотреть несколько мест Писания. Откройте, пожалуйста, первую главу Евангелия от Луки. А также 18-ю главу. А затем Евангелие от Матфея. А также Евангелие от Марка. О, Господь, Миртл! Он будет проповедовать сегодня целый вечер. Аминь. Да, вы, Миртл, просто сидите и слушайте. Мы это сделаем. Аллилуйя. Не знаю, как вы, но я действительно люблю Слово Божье каждой клеткой моего существа. Просто великолепно. Великолепно. Итак, давайте сначала прочитаем 19-ю главу Матфея. Слава Богу! Евангелие от Матфея. 19-я глава. И 26-й стих. Мы будем читать до Него, начиная с 23-го стиха. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Вы скажете, «Ну, брат Копланд, это просто действительно запутывает меня после того, что мы все слышали». Нет, 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 нет. Не поймите неправильно. Вам нужно вернуться назад и увидеть, о чем он говорит. Он говорит о человеке, который уповал на богатство неверное. Что ж, это будет частью этой вавилонской системы, не так ли? Человек, пытающийся восполнить свои нужды своими собственными деньгами. Именно о нем он здесь и говорил. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Крайне трудно такому человеку, который уповает на деньги, развернуться и уповать на Бога. Это очень тяжело. Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» Они не звучат, как кучка бедных людей, не так ли? Разве это не удивительно? Как весь мир думает об Иисусе и всех его учениках? Как о кучке нищих людей, которые за дня в день не могли свести концы с концами, ходя босыми, ища подаяния? Нет ничего более далекого от истины. Иисус выбрал богатых, сильных людей, которые стали его учениками. И тем, у кого были наихудшие проблемы с финансами и с жадностью, был Иуда. И он был казначеем. У нищих людей не бывает казначеев. Он был контролером этого служения. И он действительно подсел на это. И у него была возможность... У него была возможность покаяться. И Иисус дал ее ему. И все остальные спросили, «О, кто же может спастись? Если трудно богатому войти в Царство Небесное, мы все туда не попадем». И послушайте, что он сказал. Слова Иисуса побеждают, верно? Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно. Богу же все возможно». Хорошо? Давайте посмотрим сейчас девятую главу Евангелия от Марка. Давайте обратимся к девятнадцатому стиху. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, переведите его ко мне». Понимаете? Он обращается к неверным или не имеющим веру людям. Они верили только тому, что они могли увидеть или почувствовать, или услышать. Итак, не имеющие веры. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства?» И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И то, что я собираюсь вам показать, является крайне важным, и зачастую это пропускается. И это пропускается из-за той проблемы, которую я собираюсь вам показать. Иисус спросил, «Как давно это сделалось с ним?» Это все, что он спросил. И его отец ответил Иисусу, «С детства!» И ему следовало сразу же замолчать, ответив на вопрос. Иисус спросил у него только это. Но этот человек все продолжал и продолжал. Он не слушал, о чем спросил его Иисус. Он хотел слышать себя. Он хотел подробно излагать эту проблему. И своим подробным изложением он отложил в сторону даже ту малую веру, которая у него была. Затем он сказал, «Дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». Что он пытался делать? Он пытался уговорить Иисуса что-то сделать. А Иисус уже был готов что-то сделать. В действительности, он пытался уговорить Иисуса. Он делал что-то неуместное. Он не слушал, о чем спросил его Иисус. Иначе бы он просто ответил и замолчал. Но он все говорил и говорил, думая, что будет услышан благодаря многословию. Проблема в том, что это то, что в нем было. Это то, чем он был наполнен. И он не мог говорить, не говоря этого. Я имею в виду, что это возгрело его до такой степени, что он сказал, «Если что-нибудь можешь, жалься над нами и помоги нам». Посмотрите, что сказал Иисус. «Если сколько-нибудь можешь веровать», он сразу же переложил это обратно на него. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Он испытал обличение из-за того, что сказал Иисус. Благодарение Богу за то, что он его испытал. Аминь. И заметьте, «Если можешь веровать, все возможно верующему». И в другом месте Писания Иисус сказал, «Все возможно Богу». Людям это невозможно, но все возможно Богу. Здесь все возможно тому, кто верит. Богу и тому, кто верит. Евангелие от Луки, первая глава. Если вы не взяли сегодня с собой Библию, следите по чьей-то Библии. Вы должны видеть это своими глазами. Евангелие от Луки, первая глава. 37 стих. В одном из переводов Библии он звучит так. «С Богом не будет ничего невозможного». С Богом не будет ничего невозможного. С Богом все возможно. С Богом не будет ничего невозможного. 32 глава книги Иеремии, 17 стих. «О, Господи Боже!» «Ты сотворил небо и землю, великую силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». «Ничего!» «Нет ничего невозможного или трудного для Бога!» Тогда почему что-то кажется невозможным или трудным для нас? Знаете, у нас сложилось представление. В своем мышлении мы приходим к тому, что думаем, «Боже мой, это все, на что я способен. И я не представляю, как Бог мог бы что-то сделать. Это что-то слишком большое, слишком неприятное, слишком ужасное. И вы можете продолжать и продолжать. Это не слишком трудно для Бога. Это слишком трудно для вас. Задумайтесь об этом. Если бы кто-то положил на стол, скажем, мистера Гейтса, счет и сказал, «Говорю вам прямо сейчас, если вы не найдете к пятнице миллион двести пятьдесят тысяч, все кончено, мистер Гейтс». Что он сделает? Сделает звонок по телефону. Это не слишком трудно. Что произойдет, если кто-то придет к вам и скажет, «Если вы не найдете к пятнице полтора миллиона долларов, все кончено, сестра». «О, Боже, что мне сейчас делать?» Это оно. «О, это невозможно, чтобы Бог смог дать мне к пятнице миллион с лишним...» Кажется, это просто ужасно, просто крайне трудно. Просто невозможно, чтобы Бог смог... Вы что, шутите? Бог к пятнице может дать вам планету. Это не является слишком трудным для Бога, это слишком трудно для вас. С другой стороны, положите на стол мистера Билла Гейтса уведомление и скажите, «Скажу вам прямо сейчас, найдите к пятнице тридцать пять миллиардов наличными или все кончено». Вот сейчас вы заставите его попотеть. Почему? Сейчас это начало выглядеть трудным для него. Понимаете, это не глаза Бога, это наши глаза. Для Бога нет ничего слишком трудного. Ничего слишком трудного. «Да, но интересно, сделает ли Он это для меня?» Именно это и интересовало отца того мальчика. «Сделает ли Он это для меня?» Он знал, что Иисус мог это сделать, именно поэтому Он туда и пришел. Он чуть было не уговорил себя уйти, но именно поэтому Он там и был. Но Его проблемой было, «Сделаешь ли ты?» Помните того прокаженного, который пришел к Иисусу и спросил, «Я знаю, что ты можешь, но захочешь ли ты?» Это большой вопрос в сердце многих христиан. И именно поэтому я продолжаю говорить вам, что вера начинается там, где известна воля Божья. И когда тот человек подошел к Иисусу и сказал, «Я знаю, что ты можешь меня исцелить», он был прокаженным, «Я знаю, что ты можешь, если захочешь». Возьмите другие переводы Библии и посмотрите на перевод с греческого текста. Фактически, Иисус ответил, «Я несомненно хочу». В одном переводе говорится, «Конечно, я хочу». И что произошло? Прокаженный сразу же был очищен. И это не просто Иисус удалил эту проказу. Вера этого человека просто резко возросла. Он уже верил, что Иисус мог. А тут вдруг он верит, что Иисус сделает это. И вдруг для него это больше не кажется трудным. Иисус в его глазах стал больше, чем та болезнь. Итак, это к чему-то нас подводит. Оставайтесь со мной, хорошо? Итак, заметьте, «Все возможно Богу». Затем, для тех, кто верит, «Все возможно». Нет ничего невозможного для тех, кто верит. Итак, что здесь происходит? Позвольте спросить у вас следующее. Нет, я не буду у вас это спрашивать. Господь сказал мне сделать это для вас. Обратитесь к 28 главе Евангелия от Матфея, и мы позволим Иисусу ответить на это. Мне не придется спрашивать у вас. Хотя, наверное, я спрошу, когда прочитаю это. Аллилуйя. Аллилуйя. 28 глава Матфея. Нет, это будет один из тех моментов, когда... О, ааа, да. Позвольте мне снова напомнить вам тот перевод Евангелия от Луки. Луки 1, 37. С Богом все возможно. Луки 18, 27. Невозможное человеком, возможно Богу. Для Бога нет ничего слишком трудного. Для того, кто верит, все возможно. Итак, посмотрите на Иисуса. 19-20 стихи. 28 главы Евангелия от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все... И посмотрите, все. Посмотрите, посмотрите, послушайте, посмотрите. Я с вами во все дни. Людям это невозможно. Для Бога нет ничего невозможного. С Богом все возможно. Я всегда буду с вами. С кем вы? Вы с людьми или вы с Богом? Тогда нет ничего невозможного, когда вы верите. И мы должны смотреть не только на Иисуса, но помните, мы читали в Слове Божьем, посмотрите на Авраама, скалу, из которой вы истечены. И что Бог пообещал? Он сказал, я призвал его, и я благословил его, и я превратил его развалины и его пустыни в Эдемский сад. Аллилуйя. Именно это он запланировал для нас с вами. У него есть для нас место. У него есть для нас благодать. И давайте посмотрим, что делал Авраам. Давайте обратимся к четвертой главе послания к римлянам и посмотрим, что делал Авраам. Мы смотрели на это уже много раз. И многие из вас изучали это годами, как и я. Но давайте посмотрим здесь на некоторые отдельные моменты. Послание к римлянам. Четвертая глава. И прочитаем третий стих. Ибо что говорит Писание? Что говорит что? Писание. Позвольте мне вам кое-что сказать. Когда кто-то приходит и начинает говорить вам это, говорить вам то. Знаешь, я скажу тебе, мне сейчас это не нравится, вот что я об этом думаю. Вам сразу же хочется знать. На каком месте Писания вы это основываете? Ну, не знаю, основываю ли я это на каком-то месте Писания. Что ж, в таком случае поговорим тогда, когда у вас будет для этого место Писания. Так меня это не интересует. Вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. Как-то раз ко мне на парковке около супермаркета подошел один человек. Я совершил ошибку, опустив стекло в машине. Он был зол на меня. А я и никогда не был знаком с ним. Он подошел прямо к моей машине и сказал, вот что я вам скажу, Копланд. Бог пообещал восполнять только ваши нужды. Он никогда не обещал восполнять ваши желания. За что вы на меня взлетесь? Он кричал на меня. Я спросил, неужели? Да. Он был расстроен. Он налетел на меня. И я сказал, сэр, подождите минутку. Он наконец остановился. Я спросил, вы ведь знаете, как в английском переводе Библии звучит 22-й псалом, не так ли? Да. Я сказал, в английском переводе Библии этот стих звучит так. Господь, пастор мой, я не буду ничего хотеть. Все мои желания будут восполнены Богом. Что ж, слава Богу, скажу вам, я имею в виду... Он не хотел этого слышать. Где ваше местописание? И даже все то, что вы слышите на этих собраниях... Не цитируйте Каннета. Не цитируйте Джериса Вейла. Не цитируйте Джесси Дю Плентиса. Не цитируйте Крефта Доллара. Не цитируйте Глорию. Нет, 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 нет. Цитируйте Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Первое, второе, Каримфианам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам. Вот что цитируйте. И не цитируйте это до тех пор, пока вы не будете знать, где вы. Аминь. Возьмите, смотрите на это. Пусть это будет у вас перед глазами. Пусть это будет у вас перед глазами. Читайте что-то из этого каждый день. Аминь. Говорю вам, будьте уверены в том, что вы это делаете. Слава Богу. И размышляя над этим, думайте об этом. Пусть оно достучится до вас. Пусть оно попадет в вас. Итак. Третий стих. Послание к римлянам 4.3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу. А если Авраам поверил Богу, значит для него не было ничего невозможного. Мы знаем, что он был с Богом. Он был в завете с Богом. Но он не просто был в завете с Богом. Он поверил Ему. И это вменилось Ему в праведность. Что это означает? Он поверил чему? Он поверил Богу. И поэтому Бог относился к нему так, как будто Авраам никогда не грешил. И по благодати он будет точно так же относиться к вам. Он будет относиться к вам так, как будто вы никогда не грешили. Аминь. Это настолько сильно сбивает дьявола с толку. Но вы ходите во свете, подобно как он во свете. И его кровь будет очищать вас от всякого греха. Аминь. Верьте Богу. Бог вменяет вам это в праведность. Но суть в том, что благодаря рождению свыше, мы были сделаны праведностью Божией. И теперь, когда мы верим Богу, мы стоим как сонаследники самой праведностью. Иисусом. Скажу вам. Он сказал, приступайте с дерзновением смело к престолу благодати. И что он сказал нам делать, приступая смело к престолу благодати? Он сказал, придите, войдите в покой со мной. Что отец сказал Иисусу? Приди, сядь, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Что сказал Иисус? Придите, сядьте, доколе положу врагов ваших в подножие ног ваших. Придите и сядьте со мной. Войдите в покой. Перестаньте тяжелым трудом в поте лица зарабатывать все это. Что он вам говорит? Приходите в его присутствие и изо всех сил старайтесь поступать, как он. Изо всех сил старайтесь говорить, как он. И просто ходите верой и говорите верой. Что вы будете делать? Вы будете получать его результаты. Аминь. И пройдет еще много времени, прежде чем мы с вами придем к тому, что будем в точности такими. Но знаете что? Это нисколько его не беспокоит. Он будет относиться к вам так, как будто вы уже к этому пришли. Он будет относиться к вам так, как будто вы сделали все хорошо и правильно. Почему? Это благодать. Что такое благодать? Соответствующие Иисусу. Соответствующие Иисусу. И религиозных людей это заставляет проглотить их язык. Если вы не можете это принять, о, вы никогда не сможете принять 17 главу Евангелия от Иоанна, 23 стих, где Иисус сказал, покажи им, покажи всему миру, чтобы этот мир мог знать, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня. Аллилуйя. Боже мой, когда я впервые это прочитал, у меня доржали колени. Но знаете, слова Иисуса побеждают. И я решил... О, Господь, Господь. Я уже решил, что буду верить всему в этой 17 главе Иоанна. И я наткнулся на следующие его слова. Я дал им славу, которую ты дал мне. Что такое слава? Слава – это благословение Божье и план Божий. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Мы приступаем сегодня к Слову Божьему с ожиданием, желая услышать с небес, получить откровение. И мы благодарим тебя. Откровение с небес. Понимание, понятие, представление об Иисусе, нашим Господе и нашим Спасителе. И мы благодарим тебя за это. И мы ожидаем это. И мы веселы и радуемся этому. Радуемся. Аллилуйя. Что Иисус жив и силен и здоров. И Он силен для нас. И мы благодарим тебя и прославляем тебя во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться и откройте свои Библии. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Луки, первую главу. 37 стих. В одном из периодов Библии он звучит так. С Богом не будет ничего невозможного. С Богом не будет ничего невозможного С Богом все возможно С Богом не будет ничего невозможного 32 глава книги Иеремии, 17 стих О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю Великую силою Твоей и простертую мышцею Для Тебя ничего нет невозможного Ничего Для Бога нет ничего невозможного или слишком трудного Итак, посмотрите на Иисуса, 19 и 20 стихи, 28 главы Евангелия от Матфея Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Уча их соблюдать все, что Я повелел вам И все И посмотрите, все, посмотрите Послушайте, посмотрите Я с вами во все дни Людям это невозможно Для Бога нет ничего невозможного С Богом все возможно Я всегда буду с вами С кем вы? Вы с людьми или вы с Богом? Тогда нет ничего невозможного, когда вы верите Вот где две эти вещи соединяются вместе Мне кажется, я уже как-то упоминал вам об этом Когда я был еще маленьким, мне очень нравилось путешествовать с моим папой Он много ездил Он был коми-воезжором, торговым агентом, сколько я его знал В тот день, когда я родился Он устроился на работу в бизнес-колледж Драгон Он там учился Это было во времена Великой Депрессии, в 1936 году Он изучал там бухгалтерский учет И вам понравится это услышать Моей мама с папой В свои обещания, которые они давали Вступая в брак в 1927 году Включили обещание отделять десятину Они выросли в западном Техасе И начнем с того, что там мало что было В этой зоне пыльных бурь Там не было дождей с 1931 по 1941 год Это было трудно и жестко, скажу вам Люди тогда начали уезжать Из-за Клахомы и Техаса В Калифорнию и другие места А мои мама с папой жили как раз посреди всего этого на равнинах Техаса И конечно же Это было еще и время Великой Депрессии Соедините все это вместе И это в действительности было не лучшим местом для жизни в любом случае Но они отделяли десятину Они не знали всего того, что сейчас знаем о десятине мы Но они знали, что так говорит Слово Божье И они знали, что Бог о них позаботится В период всей этой Великой Депрессии Мой папа никогда не оставался без работы Больше 24 часов Если он оставался без работы Менее чем за 24 часа Он находил новую работу И были люди, которые действительно голодали Вы это знаете И особенно там Я думаю, экономический спад начался там еще где-то В 1800-х годах И мама говорила, что когда он оставался без работы Они брались за руки И молились И она говорила Я стояла на пороге И смотрела ему вслед до тех пор Пока могла его видеть А затем Когда я уже больше не могла его видеть Я просто продолжала молиться Я молилась весь день Занимаясь своей повседневной работой Я молилась весь день И вечером он возвращался, получив работу И Господь направил его к одному человеку Который владел волокноотделителем Им нужен был бухгалтер И вы можете вести бухгалтерию? Да, сказал папа Вам нужен бухгалтер? Что ж, да И папа никогда раньше не видел должной бухгалтерии Но он получил эту работу И конечно же У моего папы в том регионе была хорошая репутация Честного человека Он был секретарем первой баптистской церкви в том городе И так он пошел работать туда бухгалтером В ту компанию И папа сказал, что он просто взял все эти книги Изучил их Рассмотрел их И просто продолжил тот процесс Который использовал предыдущий бухгалтер Он просто продолжил аналогичным образом И он решил пройти курс бухгалтерии В бизнес-колледже Драуна Который находится в Лубоке, штат Техас Что в нескольких километрах И он поступил в этот бизнес-колледж И они наняли его преподавать бухгалтерию Что произошло? То же самое, что произошло с Иосифом Мой папа не учился тому, как вести бухгалтерию Но он был тем, кто отделял десятину И он был благословлен И это благословение научило его Точно так же, как благословение научило Иосифа Тому, как управлять домом и имением Патифара Затем, как управлять тюрьмой И затем, как управлять страной И благословение Господне Научило моего папу бухгалтерии И тому колледжу это понравилось И мой папа согласился на эту работу Но спустя несколько дней появилась вакансия в Абилоне, штат Техас В бизнес-колледже Дрона В сфере сбыта И мой папа сказал Он сразу же посмотрел на этот вариант И он не захотел какой-либо зарплаты Он не хотел, чтобы кто-то платил ему зарплату Потому что если он зарабатывал строго на комиссионных Он контролировал свой собственный доход Аминь Он мог молиться об этом Он мог верить И он мог усердно работать И делать то, что Бог вел его делать И знаете, он просто верил Богу Он был тем, кто отделял десятину И он начал процветать И все начало работать на него Слава Богу И мне действительно нравилось ездить с ним Мы приезжали в какой-то городок Или где бы мы ни были Это не имело значения Он знакомился с людьми Ему нравились люди Он ходил там и разговаривал с людьми Он заходил в магазин Широко улыбался и представлялся И во время Второй мировой войны Когда всего было очень мало Однажды я наблюдал за ним И помните, он был благословлен Главное благословение Работало в нем и на нем У него были встречи с молодыми людьми и их родителями Он сначала шел в школу И встречался с директором школы Или, может быть, со школьным инспектором Представлялся И показывал свои рекомендательные письма Что он был представителем бизнес-колледжа Дрона И это заинтересовало тех людей И он шел У него были встречи после того, как заканчивались уроки Поэтому большую часть дня, особенно после полудня У него было свободное время И я наблюдал за ним однажды В те дни Те из вас, кто еще молод, чтобы помнить Вторую мировую войну Говорю вам Все было по-другому Все было дефицитом Боже мой Выдавалось по норме Или было дефицитом Некоторые вещи Было вообще трудно найти И одной из них был сыр Его с трудом можно было найти И тот городок, в котором мы были Большинство наших техасских городков построены таким образом Есть городская площадь Посередине ее здания администрации округа И затем на улицах вокруг площади расположены магазины И он просто начинал обходить по кругу площадь Он заходил в магазины Знакомился с людьми И разговаривал с ними Беседовал с ними И он зашел в мясной магазин И там лежала целая головка сыра Большая головка сыра Где-то вот такая Заканчивающаяся небольшим конусом Мой папа зашел туда и сказал «О, у вас есть сыр» Продавец ответил «Да, вы хотите сыр?» Папа сказал «Да, но он отпускается по норме» «Нет, не по норме Вы можете купить всю головку, если хотите» Папа спросил «Сколько вы хотите за всю головку?» Тот назвал ему цену «Мой папа купил всю ту головку сыра» Он взял этот сыр Положил его в багажник Разрезал его на куски И начал ходить вокруг площади от магазина к магазину Он заходил в магазин, представлялся и говорил «Знаете что?» «У меня есть сыр» «Не хотите кусочек?» «О, неужели?» «Да» И он продал всю головку сыра Буквально за считанные минуты Заработал хорошие деньги И он просто ходил, улыбаясь вокруг площади Он был тем, кто отделял десятину Вот эта пришедшая к нему идея Продала весь тот сыр Почему кто-то другой не купил этот сыр? Почему у того мясника не хватило ума это сделать? Главное благословение Показало это моему папе И я рассказал вам все это, чтобы показать вам эту среду Это окружение Потому что вот что он делал Куда бы он ни шел Все, к кому он подходил Мой папа умел расположить вас к себе Когда вы с ним встречались Когда он вам что-то говорил В его голосе был тихий смех Когда вы звонили ему по телефону Он смеялся прежде, чем говорил «Алло» Именно так он говорил Он поднимал трубку и говорил «Алло» Вы не могли на него злиться Вы просто не могли продолжать злиться Он обезоруживал вас еще до того Как вы что-либо вообще сказали И он заходил и говорил «Меня зовут А.W. Копланд Я представляю бизнес с колледж-дрона» Я слышал это снова, снова и снова Затем в 1951 году Его пригласила к себе Национальная страховая компания «Олд Лайн» В Литтл Рокштадт, Арканзас И он начал учить и готовить торговых агентов В этой компании он подготовил более тысячи человек И когда он начал с ней работать Эта компания оценивалась в 100 миллионов долларов По бухгалтерским отчетам их бизнес оценивался в 100 миллионов долларов А к тому времени, как он ушел Практически спустя 19 лет Она уже оценивалась Под миллиард долларов И фотография моего папы Я рад это сказать Висит на стене почета Национальной страховой компанией «Олд Лайн» «Литтл Рока» Штат Арканзас Да, большое спасибо И он говорил «Меня зовут А.W. Копланд Я представляю национальную страховую компанию «Олд Лайн»» Почему он говорил это таким образом? Что если бы он просто зашел и сказал «Я А.W. Копланд» И что? Но затем он говорил вам Кого он представлял С кем он был Это кое-что утверждало Аминь Я не просто А.W. Копланд Я представляю национальную страховую компанию «Олд Лайн» То есть я с ней И я ухватился за это С Богом все возможно С людьми это невозможно С социализмом это невозможно С Богом вы процветаете Ну давайте же Опять-таки есть две системы И я Я по-прежнему сегодня это делаю Я помню, как впервые кто-то это сделал Я представился Я Кеннет Копланд Они спросили Кого вы представляете? Вы с кем? Это было много лет назад Я ответил «Я с Богом» Тот человек посмотрел на меня так «Что?» Он спросил «Вы с Богом?» «Да, я с Богом» «А-а-а-а» «Вы проповедник» Я ответил «Да, я в служении» И тогда он попытался завести духовный разговор «Да, Аминь, у меня был» «Кто у него там был?» «Двоюродный брат или кто-то еще» И он сказал «Я понимаю, какая это жертва быть в служении» я сказал вы шутите он сказал да знаете я понимаю как иногда это может быть действительно трудным я ответил я не знаю чем вы говорите я наслаждаюсь этим слава богу и конечно же он думал что если я в служении я должен быть нищим даже не просто нищим а нищим я не являюсь нищим я с богом я сказал нет это самое замечательное что когда-либо со мной происходило о я наслаждаюсь этим он не знал что еще сказать поэтому он просто ушел но когда вы начинаете практиковать присутствие божье и вы начинаете постоянно разговаривать с богом и начинаете ожидать услышать ответ вы начинаете говорить вещи подобные тем которые говорит джесси дю плентис джерри сэвэйл крефло доллар глория и все остальные из нас вы практикуете это постоянно вы приходите к тому что это становится вашей жизнью я с богом и с богом все возможно и иисус сказал я буду с вами до конца всего этого тогда чего я должен бояться ничего но этому нужно развиваться вас вы не должны на этих собраниях вести себя одним образом а дома другим это не то как вы ходите в этом и теперь давайте поговорим о том что все возможно верующему верующему и мы должны смотреть не только на иисуса но помните мы уже читали в слове божьем посмотрите на авраама скалу из которой вы иссечены почему потому что это человек который говорю вам он прошел через все через что только можно было пройти и он верил богу и он показал нам пример того как не быть движимым тем что он видел и не быть движимым тем что он чувствовал а быть движимым только тем что сказал бог и был вполне уверен что бог был силен исполнить то что он сказал и это наш пример конечно иисус тоже наш пример аминь поэтому давайте посмотрим на то что делал авраам давайте обратимся к 4 главе послание к римлянам 16 стиху и так по вере чтобы было по милости дабы или такова божья цель в этом дабы обетование было не приложено для всех не только по закону но и по вере потомков авраама который есть отец всем нам его вера для всех нас является библейским примером того как ходить в завете и как ходить в праведности божьей аминь итак смотрите как написано я поставил тебя отцом многих народов пред богом у меня в сноске написано или подобно богу которым он поверил и фактически оба этих перевода правильны и оба должны были бы быть использованы здесь что означает что авраам говорила поступал подобно богу в божьем присутствии и бог не бил его за это по голове бог похвалил его за это и действовал на основании того что сказал авраам и так авраам поступает здесь подобно богу перед богом живо творящим мертвых и называющим не существующие как существующие авраам делал это прямо перед богом и бог похвалил его за это и поддержал то что сказал авраам и так вот что здесь происходит в этой же главе написано это по милости по вере чтобы было по милости авраам говорит таким образом перед богом и бог знает его он знает его точно так же как он знает вас но бог не относился к нему так как он заслужил он относился к нему с милостью потому что бог любил его больше чем судил его и авраам изо всех сил старался поступать подобно богу как далеко вы продвинетесь если вы нанимаете для себя инструктора и не пытаетесь поступать подобно ему ну посмотрите на него посмотрите только посмотрите на него он пытается поступать как этот лыжный инструктор Вам лучше именно так и делать, иначе вы убьете себя, глупец Когда мы с Глорией учились кататься на лыжах Наши дети захотели, чтобы мы научились кататься на лыжах Поэтому мы занялись этим И я просто мог видеть себя съезжающим с этой горы Только я съехал Но я старался Вы не сможете научиться, если вы не стараетесь поступать подобно инструктору по лыжам У меня есть летный инструктор Я не сидел там, думая, ну я не буду пытаться поступать подобно ему Я должен быть здесь смиренным Он опытный летчик Он летал много лет Я не хочу его обижать Такой маленький, смиренный, глупый деревенский парень, как я Который вообще не знает, как управлять самолетом Я не хочу обижать инструктора, поступая подобно ему перед ним Так вы не научитесь управлять самолетом Пока не попытаетесь, по крайней мере, поступать как ваш инструктор Да, именно это он и пытается заставить вас делать Он говорит, позвольте мне показать И он делает это Потом передает это вам И вы делаете это точно таким же образом Он говорит, нет, просто успокойтесь и сделайте это и то Что он пытается делать? Он пытается заставить вас делать это так, как делает это он Бог пытается заставить вас ходить в вере так, как это делает он Бог пытается заставить нас говорить так, как говорит он И как он это делает? Он пытается заставить нас мыслить его мыслями Он сказал, мои мысли намного выше мыслей ваших. Мои пути намного выше ваших. Но затем он сказал, мое слово выходит из моих уст, и оно исполняет то, для чего я послал его. Давайте, поступайте подобно мне. Говорите подобно мне. Идите сюда со мной. И он воскресил нас и посадил вместе с Иисусом на небесах. Почему? Потому что он не хочет, чтобы для вас было что-то невозможное. Аллилуйя! Это простое Евангелие. Спасибо тебе, Господь. Давайте поговорим о том, что все возможно верующему. Авраам поверил Богу. Аминь. Поэтому давайте посмотрим на то, что делал Авраам. Давайте обратимся к 4 главе послания к римлянам. И узнаем, что он делал. Мы обращались к этому много раз. И многие из вас изучали это годами, как и я. Но давайте посмотрим здесь на некоторые отдельные моменты. Послание к римлянам, 4 глава. Прочитаем 3 стих. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу. Если Авраам поверил Богу, значит для него не было ничего невозможного. Мы знаем, что он был с Богом. Он был в завете с Богом. Но он не просто был в завете с Богом, он поверил ему. И это вменилось ему в праведность. Вот что я вам скажу. Обратитесь к 16 стиху. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы, или такова Божья цель в этом, дабы обетование было непреложно для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Его вера для всех нас является библейским примером того, как ходить в завете, и как ходить в праведности Божьей. Аминь. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И с вами то же самое. Вы верите Богу, Бог вменяет вам это в праведность. Суть лишь в том, что через рождение свыше мы были сделаны праведностью Божьей. И теперь, когда мы верим Богу, мы стоим как сонаследники с самой праведностью, Иисусом. И говорю вам, Он сказал, «Приступайте с дерзновением, смело к престолу благодати». Что ж, если это по милости, по благодати, что приходит от веры Богу? И я должен показать вам и это, здесь, в 18 стихе. Он сверхнадежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по-сказанному. Чему Он поверил? Поверил ли Он просто чему-то взятому непонятно откуда? Нет, Он поверил тому, что Бог уже сказал. Мы с вами верим Писанию. Это то, что Бог уже сказал об этом. Когда я верю тому, что Бог уже сказал об этом, это вера. Вот что такое вера. Это когда вы верите тому, что Он уже сказал, и поступаете на основании этого. И что это означает? Что ж, это означает, что когда это по вере, чтобы было по милости, по благодати, дабы обетование было непреложным для меня точно так же, как и для вас, и точно так же непреложным для вас, как и для любого другого. Авраам поверил словам, сказанным Богом. И у нас есть записанные те же самые слова. Те же самые слова. Здесь говорится, Писание сказало это о Нем. Он, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое, и неизнемогше в вере. Итак, вы можете видеть эту связь. В вере тому, что сказал Бог, и Он не изнемог или не ослабел в вере. Итак, что говорит Писание о неослабевании в вере? Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем. Если вы ловите себя на том, что вы колеблетесь, о, для меня это слишком много. Для меня это просто слишком много. Нет, нет, для Бога нет ничего трудного. Не начинайте сейчас колебаться. Обратитесь к этому. Пусть это будет у вас перед глазами, и храните это у себя перед глазами. И верьте Богу. Как вы это делаете? Верьте тому, что было сказано. Как вы это делаете? Верой. Аллилуйя. И дальше. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере. И смотрите, воздав славу Богу. Когда вы колеблитесь, спотыкаетесь и падаете, это не смирение, это просто страх и неверие. Не важно, если другие вокруг вас это делали. Может быть, ваша семья или кто-то еще. Нет, когда вы это делаете, вы не воздаете славу Богу. Некоторые люди думают, что они воздают славу Богу, потому что они... Я слышу это время от времени. «Господь, если ты только сделаешь вот эту одну вещь, я никогда больше не буду тебя ни о чем просить». Ну, во-первых, это ложь. Если кто-то снова наступит на ваш больной мозоль, вы снова пройдете через все то же самое. И они нажмут на вас, потому что вы достаточно глупы, чтобы какое-то время не просить ни о чем после этого. У меня был хороший друг, который... Он был на несколько лет старше меня, фактически. Он был близким другом моего папы. Именно так я с ним и познакомился. И он всегда говорил, «Ну, знаешь, я никогда не прошу Бога о каких-то вещах». Я не прошу Бога. Я спросил, «Ну, разве вы не надеетесь на Бога?» «О, да, я почитаю его и уважаю его, но я не хочу беспокоить его этими вещами». «Я очень редко...» Он сказал так, «Это должно быть что-то действительно очень серьезное, чтобы я его о чем-либо попросил». Другими словами, «Я могу сделать это сам». «Нет, папа, мне не нужна твоя помощь. Я могу сделать это сам». И спустя пять минут он встает с большой шишкой на голове. И он возвращается назад и говорит, «О, папа, помоги мне! Помоги мне!» Папа стоит там и думает, «Что ж, глупец, тебе следовало прислушаться ко мне тогда». Это как маленький мальчик подходит к своему папе, и его папа дает ему бейсбольную биту. Он хотел научиться играть в бейсбол, и папа дал ему биту. И он взял эту биту и показал мальчику, как это нужно делать. Старший брат подал мяч. И папа отбил его и сказал, «Ну, давай посмотрим, как ты это сделаешь». Но вместо того, чтобы взять эту биту так, так, мальчик взял ее так. И его папа говорит, «Нет, ты держишь ее неправильно. Так ты не можешь хорошо размахнуться и ударить по мячу. Возьми ее вот так». И он снова берет ее так. Папа говорит, «Сынок, ты не так должен ее держать. Послушай, папа, ты должен держать ее вот так. Положи свои руки туда». И он кладет его руки на биту и ставит его там. Но еще до того, как ему успевают подать мяч, тот снова меняет хватку. Отец спрашивает у него, «Почему ты это делаешь?» Мальчик отвечает, «Папа, так я не смогу отбить мяч». Он еще никогда в своей жизни ничего не отбивал, но вдруг он стал экспертом своего удара. То есть, понимаете, по той или иной причине он решил, не осознавая того, что он это сделал, не верить тому, что сказал ему его папа. И именно так поступают и христиане. Вы либо научены этому религии, либо вы приходите к тому, что говорите, «А, это говорение на языках. Я этого не делаю. Я не собираюсь стоять там и бормотать что-то, чего я не понимаю». Ну же, ведь говорите не себе. Но он принял решение, что он не будет этому верить. Вот что я вам скажу. Мы в нашей церкви не верим во все это исцеление. Просто не верим в него. Что ж, оно вас не побеспокоит. Оно приходит там, где люди верят в него. В любом случае, отец говорит, «Парень, я говорю тебе держать эту биту таким образом». А тот отвечает, «Я так не могу ничего отбить, папа». Отец говорит, «Все равно держи ее так». Этот мальчик расстраивает своего отца. Он идет туда. Его отец отходит на несколько шагов и подает ему, то делает замах, и промахивается, и говорит, «Вот видишь, Бог, помоги папам и мамам». Бог уже через это проходил. Когда люди начинают колебаться в обетованиях, «О, это трудно, это слишком, это уже слишком много, это уже слишком много». Нет, 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 нет. Это уже слишком много. Подождите минутку. Для Бога нет ничего слишком трудного. И по Его мнению, нет ничего. Что было бы слишком много для вас? Он пришел для того, что вы имели жизнь и имели ее с избытком. Итак, что значит ходить верой? Вот оно прямо здесь. Если вы хотите ходить с Богом, «Для вас нет ничего невозможного». Авраам называл несуществующее, как существующее, поступая подобно Богу, перед Богом. Хорошо. И что еще? «Сверхнадежды поверил с надеждой». Сверх или вопреки всему естественному будущему перед Ним, у Него была вера, рожденная из Его надежды, которая была настолько сильной, что Он мог видеть не старика, умирающего бездетным, а могущественный народ. Когда у Него не было надежды, Он поверил в Божью надежду. Хорошо. Что еще? «По сказанному, так многочисленно будет семя Твое». Он принял это посредством слов Завета. Он поверил Богу. Как? Он поверил тому, что Бог сказал. Это было для Него доказательством, что сказал Бог. Что сказал Бог. И дальше. «Не изнемогший в вере, Он не помышлял, что тело Его, почти 100-летнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». И можно было бы сказать это так. «Я недвижим тем, что я вижу». Это была Его жена. «И я недвижим тем, что я чувствую». А это был Он Сам. «Но я движим только тем, что сказал Бог». И Авраам держался этого, и он не поколебался в этом обетовании. Сказано «нет». Нет, нет. Бог сказал это, и я вполне уверен, что Он силен исполнить то, что Он пообещал. 21 стих. «Воздав славу Богу». А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, или засчиталось Ему за праведность, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Поэтому для нас с вами нет ничего невозможного, потому что мы верим. И мы с Богом. Встаньте и воздайте Господу хвалу и благодарение. Аминь. Аллилуйя. Слава, 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 слава. Я сказал «слава, слава, 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 слава». Говорю вам прямо сейчас. Я видел в духе некоторые вещи. Говорю вам, в нашей стране и в других странах мира грядут некоторые жесткие, суровые вещи. Грядут действительно некоторые жесткие, суровые вещи. Мы пока еще не видели никакой жесткости и суровости, но для нас и для нашей семьи, если мы не поколеблемся в обетованиях Божьих, и мы вполне уверены, что Он силен исполнить то, что Он пообещал, аллилуйя, мы с Богом, и мы верим Богу, и все будет хорошо. Я слышал, как Бог сказал это сегодня, подобно тому, как я слышу себя сейчас, говорящим это. Для меня и для моей семьи. Мы будем верить Богу. Те из вас, кто через долги и так далее, вы по-прежнему подключены к этой системе там. Перестаньте беспокоиться об этом. Позвольте Богу исполнять. Ну, брат, где это написано, что Он вытащит меня из долгов? Разве вы не помните? Писание говорит в 18 стихе 4 главы Евангелия от Луки, что Иисус сказал, «Как написано, Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня, призвал меня, благовествователи, проповедовать Евангелие нищим». И затем Он начал перечислять все эти вещи, для которых в Его жизни были помазанья. И затем это заканчивало следующим. Проповедовать лето Господне благоприятное. Это великий юбилей. А великий юбилей – это то, о чем Он проповедовал. Это сверхъестественное погашение долгов. Один из наших партнеров, фермер, слушал наши проповеди. Он работал на своем большом тракторе, и прямо в тракторе слушал наши проповеди. И вот он пришел домой, и его жена увидела, как он идет домой. Она подумала, должно быть что-то не так, он никогда не приходит домой в это время. Но он зашел в дом и был в таком восторге, просто бегал. Он сказал, скажу тебе, Бог вложил это в мое сердце, мы будем верить Богу и вытащим эту ферму из долгов. Все остальные наши долги выплачены, мы будем верить Ему о том, чтобы вытащить эту ферму из долгов. Жена сказала, «О, ну что ж, хорошо». Они сели и помолились, и сила Божья была там. Они помолились и встали на Слово Божье. И он вернулся на поле. А она сказала, «Я позвонила в ту компанию, которая выдавала нам ссуду». Насколько я помню, по-моему, это был не банк. В любом случае, в ту компанию, которая выдавала ссуду на эту ферму. Она позвонила, чтобы узнать, какую сумму им еще осталось выплатить. Чтобы знать, о какой сумме они верят, и посеять на это семя. Именно так они рассчитались со всеми своими предыдущими долгами. И те сказали, «Мы вам перезвоним». Она сказала, «Я хочу узнать, сколько мы вам еще должны, какую сумму мы еще должны выплатить за нашу ферму». «Хорошо, мы посмотрим и перезвоним вам». Но они так и не перезвонили. Прошло какое-то время. Но они так и не перезвонили. Она сама позвонила им и сказала, «Я, миссис такая-то, такая-то, я хочу узнать, сколько мы вам еще должны выплатить за нашу ферму». И наконец, после нескольких таких звонков, я не знаю, сколько прошло времени, но наконец кто-то из тех, кто отвечал за это, набрался смелости поговорить с ней. Он сказал, «Знаете, мы не можем найти документы по вашей суде». Она спросила, «Вы не можете их найти?» Он ответил, «Нет, у нас нет по ней никаких записей». Она сказала, «Я платила вам каждый месяц на протяжении стольких-то лет». Он ответил, «Я ничего не могу поделать». Она спросила тогда, «Что это означает?» Он какое-то время заикался и запинался, а потом, наконец, сказал, «Ну, полагаю, это означает, что вы нам ничего не должны». Она спросила, «Вы не против письменно подтвердить это?» И он это сделал. Я слышал проповедников, которые... Есть проповедники, которые не верили, что Бог сверхъестественно погасит долг. Я слышал, как они говорили что-то вроде того, что, знаете, Бог не будет этого делать. Он не оставит там тех людей, держащими эту долговую расписку. Это не ваше дело. У Бога есть миллион путей погасить ваш долг. Вы, возможно, и двух придумать не можете. Но у него есть миллион путей того, как привезти вам деньги. У него есть миллион путей, миллион идей. У него есть миллиард путей. У него есть триллион путей того, как он может это сделать. Послушайте, для Бога нет ничего слишком трудного. С Богом нет ничего невозможного. Перестаньте быть с людьми и с этой невозможностью. Пусть ваша голова, ваше сердце, ваши уста будут с Богом. И начните верить Богу. И для него нет ничего слишком трудного. И для вас нет ничего невозможного. И начните называть себя свободными от долгов. Называть себя свободными от долгов. Перестаньте пытаться просчитать, как Бог это сделает. Я могу сказать вам одним словом, как он это сделает. Вы готовы для этого? Честно. Поэтому вам незачем об этом беспокоиться. Он сделает это честно. И вам просто незачем пытаться просчитать это. Аминь. Аминь. Не заботьтесь о том, что вам есть, что вам пить, или во что вам одеться. Ваш Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это то, что сказал Иисус. И я говорю это. Именно поэтому Он поместил это в этот завет. Бог знал, что вы имели нужду в этом. Поэтому верьте Ему. Перестаньте волноваться об этом, оглядываясь кругом и думая об этом. Сосредоточьтесь на том, чтобы прежде всего искать Царство Божие. Господь, что тебе нужно, чтобы я сегодня сделал? Я сегодня твой человек, слава Богу. Ты Бог на первом месте. Все, что ты говоришь, стоит на первом месте. Все остальное стоит сегодня на втором месте. Кого я могу благословить? Что мне следует делать? Куда мне следует идти? Что мне следует говорить? И просто продолжайте молиться-то каждый день своей жизни. И говорю вам, Дух Божий начнет использовать вас, особенно, если Он увидит, что может доверять вам. И вы начинаете это делать. И все начинает работать на благо или содействовать ко благу любящим Бога. Здесь речь идет не о чем-то плохом, а о хорошем. Аллилуйя. Я сказал Аллилуйя. Счастливого Рождества. Слава Богу. С Рождеством. Когда я рос, мы всегда открывали наши подарки в канун Рождества. А большинство семей открывало свои подарки в рождественское утро. Мы открывали свои подарки в канун Рождества. И у нас было время молитвы и прославления. А затем мы переходили к подаркам. И в нашем доме мама начинала праздновать Рождество. С моего дня рождения. С 6 декабря. О да. Поэтому она ставила елку к моему дню рождения. И затем у нас весь месяц, весь декабрь продолжалось Рождество. И она была просто мастером по подогреву праздничной атмосферы. И к тому времени, как наступало Рождество, я, особенно как маленький мальчик, канун Рождества был уже на пределе. Потому что я уже с трудом мог себя сдерживать. Это было замечательное время. Отец, мы благодарим Тебя за то, что пришел Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что Он родился на этой земле. И то, что в результате этого произошло. Это дивно в очах наших. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте обратимся ко второй главе Евангелия от Луки. Поскольку здесь есть что-то, что упускалось снова, снова и снова. И мы говорили об этом. И я ссылался на это в течение всей этой недели. Но сегодня, в канун Рождества, я хочу обратиться к этой связи здесь. Уделить этому какое-то время и развить это для вас и с вами. Потому что вам действительно нужно это увидеть. И я вам гарантирую, вы начнете понимать, почему ангелы просто взорвались тогда таким образом. И почему Бог сделал то, что Он сделал. И почему тогда столько всего происходило. Небеса и земля были сотрясены из этого события. И во второй главе, давайте прочитаем седьмой стих. И в целях экономии времени мы не будем читать все предыдущие стихи. Но седьмой стих. «И родила Мария сына своего первенца, Иисуса, и спеленала его, и положила его в ясне». Итак, остановитесь здесь. Она положила его в ясне не потому, что они были бедными людьми. Нет, нет, нет. С них там брали налоги. И налоги с них брали потому, что у них был доход, потому что у них были деньги, и потому что у них была собственность. С них брали налоги. И именно поэтому они там и находились. И здесь говорится почему. Потому что не было им места в гостинице. Им пришлось проделать долгий путь. Им пришлось проделать для этого долгий путь. У них были деньги, но для них не было комнаты на постоялом дворе. Они не смогли найти номер в гостинице. Все гостиницы были заняты. Я об этом не подумала. И учитывая тот факт, что ей нужно было ехать медленно, она вот-вот должна была родить ребенка. Они не могли быстро примчаться туда, чтобы успеть занять номер в гостинице. И представление о том, что он был занимавшим низкое положение парнем, который родился в какой-то дыре или загонит для скота из-за того, что они были бедными людьми, это неправда. Итак, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осеяла их. Слава Божья просто накрыла то место и озарила его так, как будто это был день. Она была настолько яркой, что если вы обратитесь к историческим записям об этом, которые сегодня по-прежнему находятся в архиве, люди выбегали на улицу, потому что они думали, что это был дневной свет. И они не могли понять, почему в это время суток был дневной свет. Они пребывали в замешательстве. Итак, и убоялись страхом великим. Так что это не что-то незначительное. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Аминь. Итак, отключите свое мышление, сформированное надписями на рождественских открытках. Люди настолько привыкли к этим надписям, что даже не знают, о чем они говорят. Он сказал, «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное». Внезапно. «Ой, эти ангелы больше не могли себя сдерживать, они просто взорвались». Понимаете? Небеса готовились к этому. Многие и многие годы. Эта война между небесами и землей продолжалась 4000 лет. Бог не объявлял войну человеку. Человек отделился от Бога и подключился к сатане. И когда это произошло, сатана объявил войну Богу. И человек оказался здесь посередине. И когда он подключился к дьяволу, у него больше не было никакой власти над дьяволом. И он был вовлечен в эту войну. И сатана использовал человека, чтобы атаковать Бога. И сатана использовал человека, чтобы атаковать человека. Царила смерть и страх. На землю пришло проклятие. Дальше. «Слава в вышних Богу!» И на земле мир. Благая воля к человекам, как сказано в оригинале. Не среди людей. Не по отношению человека к человеку. Это уже результат того, что произошло в тот день. Ангелы были в таком восторге. Их это просто взорвало. Поскольку, как только Иисус родился, и здесь Бог, объявляя о том, что Он родился, одновременно с этим называет «несуществующее», как «существующее». Он говорит «мир между небесами и землей». Мир между Богом и человеком. Благая воля к человекам. По отношению к человекам. Со стороны Бога. По отношению к человекам со стороны Бога. Итак, о чем они говорят? Почему это является настолько важным, особенно в их мышлении, в их разуме? Давайте обратимся ко второй главе послания Колоссянам. И посмотрим, что там произошло. Когда вы читаете вторую главу послания Колоссянам, шестой стих, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, как вы Его приняли, верой». И почему Он пришел? Потому что Бог так возлюбил мир. Глория, нам нужно... Я хочу сейчас здесь кое с чем разобраться. Я в действительности не планировал этого делать, но Дух Божий, просто... Спасибо тебе, Господь. Давайте сейчас просто прославим Бога. Мы поклоняемся Тебе. Слава Тебе. Господь сказал мне это несколько месяцев назад. Это не было чем-то, чего я не знал, но... О, вы знаете, как Он может сказать вам что-то? Да. И вы думали, что вы это знали, но вдруг оно просто становится больше, чем ваш разум. И оно действительно просто переполнило меня, и с тех пор оно просто продолжало нарастать, нарастать, нарастать. Он просил меня... Это было время молитвы. На протяжении нескольких дней. Я продолжал думать, ибо Бог так возлюбил мир, что Он отдал Иисуса. Бог так возлюбил мир. И Он остановил меня в тот конкретный день и спросил меня, исцеляю ли я Тебя потому, что у тебя есть вера. И я остановился на этом, и я начал копаться в Писании, понимаете, и Он просто взял и ответил для меня на этот вопрос. Он сказал, ты должен иметь веру, но я исцеляю Тебя не поэтому. Я спросил, почему же Господь? Он ответил, я исцеляю Тебя потому, что люблю Тебя. Понимаете? Когда вы начинаете пытаться просчитать это в своем разуме, и вы начинаете пытаться получить это, и так далее, и вы упускаете этот факт, это создает проблемы в сфере принятия. Вы должны осознать, что единственная причина, почему Он что-либо сделал, это потому, что Он возлюбил вас, Он спас вас, потому что Он возлюбил вас, Он исцелил вас, потому что Он возлюбил вас, Он послал Иисуса, потому что Он так возлюбил мир, Иисус пошел на крест, потому что Он возлюбил Отца, и Он любит вас. И все это – это праздник Божьей любви. И мы видим это здесь, во второй главе послания Колоссяна. Посмотрите на это. «Как вы приняли его? Ходите в нем, будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по помазанию. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Итак, послушайте. Он говорит о нас. «Вот мы. Мы в нем. Мы имеем полноту в нем. Мы в полноте Божества в нем. Мы приняли его, будучи укоренены и утверждены в нем, укреплены в вере, преуспевая в ней с благодарением. В нем, бывшие погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою, через веру, в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним». Он говорит о всех нас вместе в нем, нас вместе с ним. Верно. Именно это небеса так и демонстрировали, когда Иисус родился на этой земле. Потому что они знали, что, что касалось Бога, это уже произошло. Поскольку, как только Он оказался здесь, дьявол не мог Его отсюда убрать. И то, что Он пойдет на крест, Бог называет несуществующие, как существующие. Благая воля по отношению к человеку. На земле мир. Слава Богу. И послушайте следующее. «И вас, которые были мертвы во грехах», 13 стих, «и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним». Оживил вместе с ним. Мы не просто живы вместе, будучи рождены свыше, вместе с ним, будучи воскрешены из мертвых. Нет. Мы одно с ним. Мы тело. Мы одно с ним. Мы с ним. Аминь. Ты с кем? Я с Богом. И с Богом все возможно. Верно. Аминь. Это хорошо, мне это нравится. В этом-то и был весь смысл. Именно поэтому небеса все это и сделали. Но послушайте следующее. Мне это нравится. О, именно здесь вы начинаете восклицать. Хорошо. «Оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Слава Богу. Послушайте сейчас. Вот здесь ключевое слово. «Истребив рукописание». Он не просто написал «уплачено сполна». Я видел это на разных маленьких вещичках, на которых был крест, и перед ним печать надписи «уплачено сполна». Нет, нет, нет. Оно не было «уплачено сполна». Оно было истреблено, уничтожено. Этого больше не существует. Там нет погашенной долговой расписки. Нет, там нет погашенной долговой расписки. Я помню, когда мы выбрались из долгов, слава Богу, во веки. Тогда, в 1967 году, и первые несколько месяцев 1968 года, Бог просто сверхъестественно вывел нас из долгов. И мы начали наше служение без каких-либо долгов. Но по тем долговым распискам, которые были таким бременем, о, Боже мой, вы могли проследить подъемы и спады американской экономики. Потому что она переживала то подъем, то спад. Только мы хоть что-то немного заработаем, потратим это на что-то, и тут что-то ломается. Аминь. И вот все было «уплачено сполна». Боже, полностью выплачено. Все то, за что Глория вышла замуж, полностью выплачено. Я помню это. Но здесь говорится о чем-то большем. Когда вы берете эту долговую расписку, на которой стоит отметка «полностью выплачено», и вы берете выводитель чернил и просто выводите, уничтожаете все эти записи, в итоге это просто чистая листья бумаги. Она не лежит в чем-то... в чем-то столе. Против меня больше не существует этих записей. Аллилуйя. Слава Богу. Скажу вам, я сам счастлив от своей проповеди. Какое послание для Рождества? И для кого-то, как я, который пришел с улицы. Слава Богу. Говорю вам это восхитительно. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Аллилуйя. Слава Богу. Оно больше не существует против нас. Итак, Второе Коринфянам. Давайте обратимся к нему и посмотрим на это. Поскольку вот то, что является настолько важным. Я не знаю почему. Каждый раз, когда я когда-либо об этом проповедовал, люди злились на меня из-за этого и начинали обзывать меня нехорошими словами и впадающим в крайность. Но это то, что говорит Писание. Не закрывайте Второе Коринфянам. Я еще раз прочитаю эти слова. Потому что я хочу, чтобы вы это услышали. Вы имеете полноту в нем, бывшие погребены с ним в крещении, веруя в силу Бога. Аминь. Оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением рукописание. Он истребил, уничтожил все это, бывшее против человека. Не тогда, когда вы приняли Иисуса как Господа и Спасителя в вашей жизни, а в тот момент вы приняли уничтожение всего этого. Понимаете? Иисус истребил, уничтожил это. Это хорошо. Именно поэтому те ангелы и восклицали. Иисусу не было еще и дня от роду, а они восклицали, что на земле мир, благая воля по отношению к человеку. Хорошо. Что касалось Бога, Иисус рожден, и Он не уйдет отсюда до тех пор, пока не пойдет на крест, не зайдет в ад, и не заплатит эту цену. И как только Он это сделал, что касалось Бога, каждый человек был прощен. Но вы должны принять это прощение. Принять то, что я говорю. Я тоже так думаю. Достаточно понятно? Вы должны принять это спасение. Если вы не принимаете это прощение, тогда вы по-прежнему отделены от Бога. Если вы отделены от Бога, вы отделены от жизни. И до тех пор, пока вы не примете Иисуса, понимаешь, Глория, Иисус сделал все, что для этого требовалось. Он сделал всю самую трудную часть. Он пострадал, Он умер, Он пролил кровь. И затем Он воскрес из мертвых и воссел по правую руку в величиной высоте. Послал Духа Святого на землю быть учителем. Но если вы не принимаете эту жертву, что касается вас особенно, если вы отвергаете ее, для вас этого никогда не произойдет. Он очистил это кровью, и мы стали праведными. Единственное, чего Он не мог сделать, это принять вместо вас решение, помолиться вместо вас и применить вместо вас веру в то, что Он уже совершил. А теперь давайте обратимся ко второму коринфянам, поскольку это должно быть подкреплено. Тим, сколько времени у нас осталось? Я опустил это. Хорошо. Второе коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе? Тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе? Хорошо. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирение, потому что Бог во Христе примирил с собой мир. На земле мир к человекам благоволения, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. То есть здесь говорится о том же самом. Что касается Бога, это закончилось, когда Иисус воскрес из мертвых, и Его кровь была пролита, и это было закончено, что касалось Бога. Боже мой, наше время подошло к концу. Счастливого вам Рождества! Именно в этом суть Рождества, слава Богу! Это здорово, не так ли? Слава Богу! Да. Здорово. Повторю за ангелами. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! И когда вы принимаете Его как вашего Господа и Спасителя, как потрясающе, все это прощение и все остальное вступает в силу. Я не просто старый, прощенный грешник, я новое творение во Христе Иисусе и древнее прошло. Слава Богу! Мы вернемся через минуту. Слава Богу!